Сегодня я хочу удивить вас шашлыком. Я знаю, что все шашлык ели, ели, переели. Всем этот шашлык уже, может быть, даже и надоел. Но я обещаю сегодня показать вам нечто необычное. Правда, для начала пришлось удивить мясников. Пришлось сходить на базар для того, чтобы купить вот этот отменный кусочек поясничной части барашка, переднюю четверть барашка, всего лишь на одну половинку. Здесь мясо не более 3 кг, да еще и останется. И хороший кусок говядины. Можно взять тонкий край, можно взять толстый край. Одним словом, то, из чего обычно готовят стейки. Еще вам понадобятся всякие специи, немного курдюка, но об этом я расскажу вам попозже. Мне не терпится начать работу. Итак, поясничная часть. Вот ребрышки барашка, а здесь последнее ребро. И дальше ребер у барашка нет, только хребет и небольшие отростки. Вот именно эта часть и пойдет на наш первый замечательный, очень интересный и очень красивый шашлык. Аккуратно-аккуратно, проходя точно по вот этим отросткам, которые идут от хребта, снимаем баранью вырезку. Баранья вырезка, не знаю, весит каждая из них от силы по 100 г, не больше. Но тем не менее мы из нее сегодня приготовим что-то необычное. Вот она, совершенно роскошная, уникально нежная. Ну что, глаза боятся, руки делают. Смотрим-ка, снимаем вторую вырезку. Как видно, ничего сложного. Могу сказать, что хирургам в больнице приходится гораздо сложнее. Ну, а теперь еще раз обходим вот эти самые отростки от хребта. Замечательное филе. А вот эта брюшина нам тоже пригодится. Хребет тоже не должен пропасть даром. Это замечательный бульон. Вот на этой части брюшины есть довольно жесткая мембрана. И ее сколько ни жарь, мягкой она не станет. Но, впрочем, ее можно разварить и получить из нее отличный бульон. Однако в шашлыке она нам ни к чему. Обрезаем. Понимаете, только и всего 3 г нет, но испортит впечатление от целого блюда. Догадываетесь, что я сделаю с этим куском? Разумеется, вот так заверну в рулет. Но дело в том, что кусок здесь широкий, а вот здесь узкий. Не беда, всего лишь навсего надо отбить и растянуть кусок. Отлично. Точно так же поступаем со второй частью. Пленочка, которая проходит по мясу здесь, совсем-совсем тонкая. Она не помешает, но все-таки ее лучше надрезать. Так мясо легче расширится при отбивании. В этой части у хребта проходит довольно мощная жилка. Ее тоже следует отправить в бульон, потому что после мандала ее не прожуешь. Прежде чем сворачивать мясо в рулет, его, конечно, лучше посолить и приправить. Вы знаете, здесь примерно 500-600 грамм мяса. Чуть больше чайной ложки соли. И вот здесь, где мяса побольше, разумеется, и соли побольше. Впрочем, ведь часть соли можно нанести снаружи. Ну и черный перец. Чуть меньше чайной ложки. Чуть-чуть зиры. Кориандр. Кориандра можно насыпать побольше, но тут уж кто как любит. Я никому не навязываю мой выбор специй. Вы можете выбрать свои, которые по вкусу и по нраву вам. Ну, а теперь сворачиваем мясной рулет как можно поплотнее. Этот кусочек уже явно лишний, но его не выбрасываем куда попало. Это все пойдет в фарш. Подравняем рулет с одной стороны и точно так же с другой. Я буду использовать деревянные шпажки, только разделю их пополам. Для начала протыкаем рулет ножом примерно до середины. Добавим немного соли снаружи рулета. Добавим, если хотите, можно добавить немного чабреца. Чабрец придаст мясу необыкновенный аромат. Отложим пока что этот рулет в сторонку и начинаем заниматься вторым. Точно так же обрезаем жилку, которой пойдет бульон. И дальше вы все знаете, соль, перец, потанцуем. Одним словом, легко и весело. И все точно так же. Накалываем отверстия через равные промежутки и протыкаем теми же самыми шампурами. Острый, хорошо наточенный нож, неважно какой, узбекский, европейский, российский. Самое главное, чтобы ножи были хорошо наточены. И тогда у вас все получится точно, как у меня. Осталось еще немного посолить и, может быть, присыпать чабрецом. Только чабрец разотрите между ладошек как следует прямо в пудру. И укладываем для хранения в течение нескольких часов в холодильнике. Мясо за это время должно подбариноваться. С этой стороны точно так же посолить и присыпать чабрецом для аромата, для аппетита. Первый шашлык, которым я собирался вас удивить, практически готов. Его осталось только пожарить. Ерунда, вопрос. Итак, корейка, грудинка, голяшка, лопатка. Грудинку я сразу отделю. Сделать это очень просто. И теперь прорезаю ножом вдоль двух ребрышек. Дошли до лопатки, не беда, я ее приоткрыл и вот так обрезал. Мясо просто отличное. Пойдет и в тушение, пойдет на шурпу, можно даже плов приготовить. Но сейчас мне очень-очень осторожно. Надо разрезать вот эту мембрану, вот эту пленочку, прямо по краю каждого ребра. Кстати, по ширине ребрышка барана можно определить, какого он возраста. Дело в том, что ребра у барана растут вширь практически всю его жизнь. Я видел трехлетних баранов, у которых ребра смыкались в один сплошной панцирь практически. По самому окончанию ребрышек делаем надрезы так, чтобы ребрышка освободилась от вот этого края мяса. Приподнимаю ребрышко и освобождаю его от мяса. Вот мясо, а вот ребро. Как видно, ничего сложного нет, но тем не менее попотеть, высунув язык, придется. А это всегда так. На кухне, если ты хочешь удивить едоков, то нужны либо очень дорогие продукты, либо продукты доступные, но с которыми придется как следует поработать. А кто у нас здесь боится работы? Кто боится работы? Я не боюсь. Я, кажется, напрасно приготовил топорик, потому что, когда проводишь ножом до самого конца, до сустава между позвонками, ребрышки отделяются одно от другого. Но постарайтесь не сломать ребрышки. Уж лучше слегка приударить топориком. И вот, что в итоге у нас получилось. Все ребрышки по одному отходят в одну сторону, а вот эту часть мяса надо отбить, надо выровнять ее. Переворачиваем и оставляем отбитую часть сверху доски, так, чтобы ребрышки и хорошее филе осталось снизу. И еще раз отбить, выровнять мясо. Филе вот такой ширины, а вот это получилось немножко шире. Ничего страшного, сразу аккуратненько, ровненько подрежем, и аналогично нижний край. Все, посолить, поперчить, приправить. Сворачиваем аккуратно, очень плотно прижимаем мясо друг к другу, чтобы получился аккуратненький, красивый рулетик. Можно в принципе этот рулет из мяса уложить красиво в духовку и запечь прямо вот так. Но я предпочитаю сегодня приготовить на мангале, поэтому вот эти торчащие ребрышки мне ни к чему. И теперь мне понадобится точно такой же по ширине кусок говядины, может быть даже два. Если сейчас начать отбивать мясо, то мясо будет липнуть к металлу. Поэтому поступаем очень просто. Берем кусочек полиэтиленового пакета, в котором это самое мясо и привезли. И вот теперь бери сколько хочешь. Делюсь секретом, пусть пока что вот так и лежит. А теперь нам понадобится несколько пластинок курдюка. Я хочу сказать тем людям, которые не любят, либо по каким-то другим причинам не едят баранину, что точно так же в принципе можно приготовить и из поросенка. Чуть-чуть присолим и выкладываем говядину ломтиками курдюка. Еще раз отбить, сделать так, чтобы курдюк прилип к говядине. Примеряем и заворачиваем. А теперь все вместе заворачиваем в пищевую пленку. Держим края как конфетку и подтягиваем с тем, чтобы рулет как можно сильнее уплотнился, сдавился. Теперь рулет следует отправить в холодильник для того, чтобы он слегка застыл. Пара кусочков отличной мякоти баранины в самый раз на люля-кебаб. Добавим еще вот этих отрезков и получится очень хорошо. Кстати говоря, вот здесь какой-то не очень ровный кусочек жира. Его тоже сюда и это сюда. Так, чтобы у нас от курдюка остались только ровные красивые ломтики. Нарежьте мясо небольшими кубиками и в мясорубку. Мясо и курдюк можно сразу и посолить, и поперчить. В первый раз я пропускаю мясо через крупную решетку мясорубки. Так надо, так и мясорубке легче будет, и мясо не слишком сильно подавится, соки внутри мяса останутся. Решетку поменяли, и теперь пропускаем мясо на второй раз. Напоминаю, что фарш у нас уже и посолен, и поперчен. То есть на выходе практически готовый фарш для люля-кебаб. Фарш отличный. Он выглядит слегка жирным, но ничего страшного, потому что сюда еще пойдет примерно 150 г лука, а лук совсем не жирный. Еще в этот фарш пойдет чеснок. Очень мелко порубленные зубчики чеснока. Представляете себе вкус этого люля-кебаба? Лук, чеснок, там черный перчик. А помимо черного перчика есть еще два перца. Один зеленый, а один красный. Ух, вот это будет сила! Но для более тонкого аромата, для настоящего, скажем так, азербайджанского вкуса я добавлю немного чабреца. Чабрец перемалываю в руках, еще добавлю. Фарша много. Запомнили сочетание? Чабрец, немного чеснока, лук, само собой разумеется, и чуть-чуть перца красного и зеленого. Фарш как следует вымешать так, чтобы все распределилось равномерно, и чтобы фарш стал очень липким. Именно на вымешивании фарша для люля-кебаба спотыкаются многие любители. Потом люля-кебаб у них падает с палочек. Но спокойно, вы устали, как Анкишиева. И сейчас я вам покажу, как сделать люля-кебаб, который не упадет ни у кого. Ни у кого не упадет. И более того, этот люля-кебаб удивит всех. Я снова распластал кусок говядины, постарался сделать все как можно аккуратнее. А теперь мне нужны тоненькие ломтики курдюка. Курдюк укладываем слегка внахлёст, чтобы ломтик на ломтик попал. И снова пакетик сверху и немного отбить, с тем, чтобы кусочки курдюка прилипли друг к другу, чтобы они прилипли к мясу, чтобы у нас получилось как бы единое целое. Ну, а как же вырезка? Помните, я обещал вам, что мы используем баранью вырезку в этом изделии непременно. Так, если положить 2 куска, то получается немного длинно. От каждого отрезаем по чуть-чуть, ну, а эти обрезки нарезаем вот такими полосочками. И как-то их где-то уложим аккуратненько. Но только все это потом. Сразу после того, как мы уложим поверх вот этого курдюка и мяса, угадайте что. Конечно, фарш. Постарайтесь расложить фарш ровным слоем поверх курдюка. И как бы теперь сделать так, чтобы вырезка оказалась ровно в середине нашего рулета? Тяжело, но надо постараться. С Богом! Не торопитесь сядивать рулет, не торопитесь. Сейчас у нас все обязательно получится. Только надо натянуть на стол пищевую пленку. Аккуратно, чтобы ничего не разрушилось. Складываем на пленку и заворачиваем. Заворачиваем и тоже не торопитесь ее стягивать слишком сильно. Расправляйте, чтобы рулет получился более ровным. А теперь два края конфетки и покатили. И с каждым разом рулет все более и более плотный. Вот и все в холодильник, чтобы как следует застыло. Итак, рулет с фаршем и рулет без фарша из одного только чистого мяса. Провели в холодильнике часа по 2. И, наверное, можно нанизывать их на шампуры. Только знаете как? Сначала протыкаем шампурами. А вот теперь очень аккуратно и очень острым ножом разрезаем рулет. И нарезаем аккуратными шайбами. Вот теперь с мяса можно снять пищевую пленку и сразу на сеточку, на сеточку, в которой мясо и пойдет на мангал. Знаете, ведь это не гамбургер какой-то. По одной такой котлете на человека более чем достаточно. Здесь мясо граммов 250. Ну и последний рулетик надо еще определить, куда выгоднее втыкать шампуры. Кажется, вот здесь. Ну, как он вам? Знаете, а вот эти рулетики, прежде чем отправлять на мангал, стоило бы присолить. Ведь здесь мясо осталось практически несоленое. Уголь на мангале разгорелся как нельзя лучше. Но для такого шашлыка и понадобится довольно сильный резкий уголь. Сейчас вы все поймете. Смотрите внимательно, не переключайтесь. Вы видите шашлык, которым можно удивить кого угодно. Уголь очень сильный, жар очень сильный. Расставляем, начинаем с мяса. Следующий у нас пошел рулет люля-кебаб и просто мясные рулеты из поясничной части. Пожалуй, что самое лучшее. Пошел дымок, это значит, что жир начал вытапливаться. И это значит, что пора переворачивать шашлык. Видите, как он зашкварчал, запузырился. О, а этот красавец! Знаете, а мне самому нравится, мне самому очень нравится то, что сегодня происходит на мангале. Я, пожалуй, что даже поддам жарку. Когда опахалом обмахивают уголь, это делают не для того, чтобы дым разгонять. Это делают вовсе не для того, чтобы отгонять назойливых мух и ос. Нет, при помощи опахала я подгоняю свежий воздух, читая кислород к углям. И из-за этого уголь начинает гореть чуть-чуть сильнее. Перестал махать, жар от угля ослабевает. Вот и все, вот и весь секрет. Присматривайте, если где-то пошел огонек, это значит, что жира много накапало. Ничего страшного, берем и переворачиваем. Поскребли этот горящий жир кочергой, он и потух. Вы знаете, обычно люля-кебаб либо шашлык кусочками я жарю от 8 до 12 минут максимум. Но вот эти рулетики, они, во-первых, и потолще, и тут мясо поплотнее. Понимаете, не маленькие же кусочки, и не тоненькая трубочка мяса. Поэтому такие рулетики следует жарить минут 20, может быть, даже 25. Часто переворачивать. Если где-то вспыхнуло, не беда, убрали в сторонку. Но сейчас у нас все готово как нельзя лучше. Пожалуй, что снимаем. Знаете что? Вот эти шашлычки я, пожалуй, что назову 8 марта. Это для вас, милые женщины. Ну, а все это блюдо для всех моих друзей, для всех подписчиков. Приятного аппетита, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...